Итак, мы продолжаем с вами вопросы, которые мы разбирали относительно Суккот, праздник шалашей. Мы говорили о том, что шалаш должен соответствовать определенным критериям. Это не должно быть фундаментальное жилище. И мы можем понимать, что фактически ведь Бог, будучи всемогущим Богом, Он мог дать нам совершенные тела. Тела, которые бы, например, не болели, тела, которые бы не ломались, но Он почему-то усмотрел нашу жизнь во временном жилище. И Павел, обращаясь в своих посланиях, он говорит, что моя хижина, она стареет изо дня в день, но я желаю переселиться в новое место. И мы все с вами находимся в стадии переезда. Переезда места, где будет благословение в землю обетованную. Аминь. И здесь нужно четко это помнить, стараться не отпасть, не лишить себя чести, выйти с израильским народом, с избранным народом. И в данном контексте мы говорим об избранных тех, кто отождествил себя с Машехом, с Ишуа Машехом, с Иисусом Христом. Не тех, кто... Все призваны. Много было призванных из Египта, но вышли те, кто рискнул выйти. Жизнь их была не легкой, но благословенной. Аминь. Итак, если начинается дождь, что делать? Нужно уйти из шалаша. Очень желательно, чтобы человек в течение праздничных дней спал в шалаше. У нас это может быть немножко холодно, хотя если попадает на начало сентября, то нормально. Даже сейчас можно спокойно спать на улице. Чего? Спальник? Одеть? Пару свитеров? Шапку? Перчатки? Нормально, да? Но, разумеется, если это опасно для здоровья, то не надо. В принципе, традиционно считается, что обязанность поселиться в шалаше относится только к взрослым мужчинам. Однако, традиция рекомендует по возможности всей семье, по крайней мере, кушать в шалаше. Также в шалаш приносят праздничную посуду, поскольку, помните, что это праздник. Не каждодневную, а стараются создать атмосферу праздника, чтобы было торжественно. По этой причине в шалаш не несут там сковородки и все остальное. Приносят уже готовую еду и там кушают. Также есть обычай ставить мед вместе с хлебом. Не соль, а мед. Так же, как и в рожка шана. Есть один обычай, который называется ушпизин. Есть обычай праздника. Обычай этот называется ушпизин. Приглашенные. Вы видели одноименный фильм, да? Приглашенные. Ушпизин. Одно слово. Речь идет о семи евреях, имена которых столь известны в истории Израиля, что их приглашают. Это кто? Авраам, Ицхак, Яков, Йосиф, Моше, Аарон и Давид. Авраам, Ицхак, Яков, Иосиф, Моисей, Аарон и Давид. Каждый из них в свое время отказался от удобной и привычной жизни. История каждого из них связана с чем-то, что он пожертвовал для того, чтобы выполнить заповедь, данную ему Богом. И за это он был удостоен быть руководителем еврейского народа. Именно эта заповедь поселиться в шалаше, она близка по духу тому, что в свое время сделали эти ушпизин. И поэтому каждый еврей в течение семи дней символически приглашает их по очереди в свой шалаш. Как бы говоря, мы, уходя из дома, делаем то же самое, что делали они. Вы знаете, это хорошая такая, ну, обычай, на мой взгляд. Она показывает преемственность. Если ваши дети спросят, почему мы это делаем, да? То есть не надо, это не идет речь о разговоре с мертвыми, о поклонении мертвых. Вы поймите, это нужно правильно этому научить, да? Говорить о том, что вот сегодня мы можем с вами поговорить, например, дети, о Давиде. Вы помните, как Давид это сделал, да? И можно с ними разобрать эту историю. Он говорит, вот он скитался по пустыням, по пещерам, хотя он был предназначен на царство. Он был, он отказался от того, от того, от того. Мы должны помнить тоже, и это хорошее основание. Дети, поверьте, дети будут это помнить. Поэтому в некоторых общинах принято даже ставить в шалаше возле стола особое кресло для ушпезин. Кресло, ну там никто не сидит, но там приходит гость туда. Существует еще одна заповедь, которую требует традиция в течение всех семи дней праздника. Это заповедь о четырех видах растений. На иврите арба-миним. Арба-миним. Ми-ним. Ми-ним. И эти растения, это этрог. Этрог. Это такой цитрусовый плод, похожий на лимон. Помните ушпезин он купил, когда они порубили его в салат? Он говорит, это королевский этрог. Он такой там совершенный, то есть тысячу шекелей он заплатил за него, да. Этрог. Да. Лу-ла-в. Это ветвь финиковой пальмы. Лу-ла-в. Ветвь финиковой пальмы. Хадас или мирт. Хадас. Мирт. И арава. Ивовая ветвь. Арава. Мирт. Это растение? Хадас. На иврите. Арава. Ивовая ветвь. Помнится, Игуда в прошлом году как-то пришел с этим набором. Помните, да? Нет. Ну, не смог он и трог найти, но с лимоном пришел. Пойдет. Каждый день на утренней молитве берут в руки эти четыре вида растений и произнося специальное благословение, соединяют их вместе. Затем направляют их вверх, вниз и во все четыре стороны света. И мы можем посмотреть в Айкра 23.40. Основание для этой заповеди в Торе. Возьми себе в первый день праздника великолепный плод дерева трог, листья финиковых пальм лулау, ветви густолиственного дерева хадас и речные ивы арава и веселитесь перед Всевышним Богом вашим семь дней. И по Айкра 23.40. Это книга в Торе. Левит 23.40, да. Обратите внимание, что это нужно делать в первый день праздника, да? Веселитесь всем дней, да. Так это и было, когда стоял храм. Вы понимаете, да? И однако уже тогда, кто приходил в храм, старались выполнять эту заповедь и в остальные дни праздника. После разрушения храма мудрецы постановили выполнять эту заповедь всю праздничную неделю, чтобы евреи не забывали, как это делалось в храме. Что символизируют собой эти четыре вида растений? Традиция говорит, что растения эти похожи на людей, различных в своих поступках и в своем отношении к Торе. Изучение Торы, направленное вовнутрь, напоминает вкусные плоды, а добрые дела людей, направленные наружу, распространяются вокруг как аромат. Итак, Этрох – вкусный плод с очень приятным запахом. Символизирует людей, совершивших много дел, добрых и изучающих Тору. Ну, как бы, вот такой вот мидраж. Хотите, запишите. Я пока не знаю. Символизирует людей, совершивших много добрых дел и изучающих Тору. Лулав – плод дерева, сладкий, но без запаха. Поэтому он символизирует людей, которые много времени тратят на изучение Торы, но недостаточно усердно выполняют ее заповеди. Плод дерева, сладкий, но без запаха. Поэтому он символизирует людей, которые много времени тратят на изучение Торы, но недостаточно усердно выполняют ее заповеди. Хадас – с прекрасным запахом, но совершенно безвкусный. Ассоциируется с людьми, совершающими много добрых дел, но недостаточно изучающими Тору. Хадас – с прекрасным запахом, но совершенно безвкусный. Ассоциируется с людьми, совершающими много добрых дел, но недостаточно изучающими Тору. И арава – без вкуса и запаха. Символизирует тех людей, которые не могут похвастаться ни добрыми делами, ни изучением Торы. Есть, да? Итак, что же делают евреи, когда соединяются эти растения вместе? Они, как бы, соединяются вместе всех евреев, да, ты их берешь, соединяешь и молишься, чтобы все евреи, независимо от своего поведения и учености, вспоминали, что они – один народ, что всем им дарован Тора, и что Тора требует от каждого еврея, чтобы он старался улучшить весь народ Израиля. Итак, праздником Йом Тов в полном смысле этого слова является только первый день Суккота. Поэтому на первый день праздника распространяются почти все запреты на работу, принятые в Шаббат. И Тора в 23 главе Ваикра в 39 стихе говорит «С 15 числа 7 месяца Тишрей отмечайте праздник Всевышнего 7 дней. В первый день не работайте». 23 глава. Вы просто для себя запомните, это такая важная глава, которая говорит о праздниках вовсе. Я вам скажу, что сами по себе праздники – очень интересная тема. Их можно разбирать в самых разных плоскостях. Как вместе, вкупе, как в перспективе того, как эти праздники они свершались в жизни Ишуа, например. Как эти праздники будут праздноваться в будущем. Это очень интересная тема, но она очень объемная. Итак, остальные дни Суккота называются Холь Хамоэт – особые будни. Мы говорили, да, об этом понятии. Поэтому традиция Холь Хамоэт – особые будни, остальные дни. Традиция не рекомендует работать в эти дни, однако можно выполнять работу, которая нужна для праздника или невыполнение которой причиняет серьезный ущерб. Часто в Израиле берут отпуск на эти дни, чтобы провести их по-праздничному. Есть много заповедей, связанных с праздником. О некоторых мы уже с вами говорили, да? Это сидеть в шалаше семь дней, соединять четыре вида растений, нельзя работать в первый день. Но есть еще заповеди, которые относятся к храму и были актуальны в те времена, когда храм еще стоял. Это принесение праздничных жертв, возлияние воды на жертвенник в храме и радостный праздник в храме при возлиянии воды. В Израиле это был просто колоссальнейший праздник. Когда стоял храм, это было очень сильно. Радостный праздник в храме при возлиянии воды. Также вы помните, что в этот день свершалось паломничество в Иерусалиме и в храм, которое свершали мужчины хотя бы раз в год на один из праздников. А также раз в семь лет весь народ Израиля собирался в храме и при этом читали книгу Дворим. Мы понимаем, что сейчас эти заповеди не действуют, но принято праздновать весело. Последний, седьмой день Суккота имеет специальное название Хошана Раба. Этим днем заканчивается время выполнения заповедей праздника Шалаш, Арбаминим и так далее. Последний, седьмой день Суккота имеет название Хошана Раба. Да, все заканчивается. Традиция говорит, что приговор, вынесенный в Йом-Кипур, в принципе, может быть пересмотрен до Хошана Раба. Поэтому и в молитвах этого дня есть много общего с настроением грозных дней Йом-Кипура. Принято читать ночью полностью книгу Дворим и книгу Псалмол. Да, последний. Удивительным образом в тот же день Шмини Ацерет народ Израиля отмечает еще один праздник Симхат Тора то есть радость Торы. Следующий Шаббат будет, друзья. Как мы уже говорили весь еврейский год разбит на недели соответствующие главам Торы. И в течение всего года евреи читают Тору по этим недельным главам. Когда же нужно завершить свиток и начинать его заново? Традиция говорит в день Шмини Ацерет начинают читать Тору сначала. Цикл годичный цикл приходит к концу. Вы увидите в ваших ежедневниках у кого они есть школьных о том, что на Шаббат снова будет Борисшит первая глава и так далее. Заново начинается цикл недельных глав. В этот день устраивают специальное чтение Торы, когда завершается предыдущий свиток и начинается новый. Принято в этот день вызывать к Торы всех, даже маленьких детей, и выносить из Аарона кодыш все имеющиеся в синагоге свитки Торы. Песни, танцы со свитками Торы в руках в течение нескольких часов, праздничное застолье и так далее. Застолье, вы же понимаете, после застолья будет все нормально. Очень. не может быть просто вы на сторону. Мы тоже будем это делать. Итак, примерно мы закончили с укотом. Да, поговорим о шавуоте. После периода Омер в день шестого Сивана происходит праздник. И об этом написано в книге Бамидбар 28-26. Это книга 28-26. А так и приучают себя, вы понимаете? Вы потом привыкнете и будете автоматом себя знать. Шмот знаете. А в день, когда новым приношением Всевышнему принесете первые плоды в неделе вашей, святое собрание будет у вас. Не делайте в этот день никакой работы. по слову недели на иврите шавуот и установлено название праздника шавуот недели. Бамидбар 28-26. Дворим 18-9-10. Говорит следующее. После окончания праздника Песоха написано Отсчитай 7 недель и празднуй праздник шавуот Богу Твоему Всевышнему. 7 недель отсчитай после Песоха 49 дней на 50-й день то, что известно как Пятидесятники. Они может и не в курсе, но это был всего лишь праздник шавуот. И Пятидесятники просто из-за того, что прошло 50 дней. Шавуотники у нас. 7 недель. 7 недель, да. Праздник означает недели. Шавуот. А Пятидесятница это по-гречески. Пятидесятники греческое слово. С другой стороны в обеих цитатах, которые мы читали, присутствует слово первин, то есть первые плоды. На иврите звучащие как бикурим. И в книге Шмот 34-й главе 22-м стихе написано «Отмечай праздником шавуот первенцев жатвы пшеницы». Отсюда другое название праздника «Праздник первинок» или «Праздник первых плодов». Шмот 34-22. Также его еще называют «Праздник жатвы». И несмотря на то, что это весна, вы должны помнить, что речь идет об Израиле, где сельскохозяйственный процесс по-другому немножко выглядит, чем у нас. У нас в это время еще снег может лежать. Да. Итак, есть еще по еврейской традиции одно название этого праздника «Праздник Дарвания Торы». Хотя этого названия нет ни в Танахе, ни в Талмуде. Его еще называют «Хахматан Тора» «Праздник Дарвания Торы». «Хахматан Тора». «Дело в том, что через семь недель после выхода из Египта еврейский народ удостоился одного очень интересного подарка на горе Синай. Он получил Тору». Помните, да? Есть контакт? И очень интересно, что вы помните, что три тысячи человек погибло, когда Тора была дарована. И мы знаем, что когда Святой Дух сошел в день Пятидесятницы, три тысячи евреев обрели рождение свыше. Вот такой символический момент. Да. Ну, можете посмотреть Деяние 2 глава. Он же шел порциями. Ты же помнишь, что потом Тора была дарована не только на Синай, но и возле горы Синай. Итак, это есть основное значение праздника дарования Торы еврейскому народу. Этот праздник был одним из трех праздников, когда свершалось паломничество храм. И выполнение эту заповедь паломники приносили бикурим. Первые урожаи семи видов плодов, которыми славился Израиль. Пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслин и фиников. И в храме этот урожай отдавали к генам. Есть очень, если подробно рассмотреть эти праздники, есть очень классные такие параллели вот именно со служением Ишо, с жизнью Ишо, вообще сильнейшие. Да, я вам серьезно говорю, в свое время для меня это было таким глубоким откровением, что я аж прямо аж ух, ну, не в рамках этого обзора. Самое интересное, я вас просто так завлекаю. Вы готов? Ага, ага. Учиться. Люди, незнакомые с традицией, часто считают Шавод праздником второстепенным по сравнению, скажем, с Песохом. Происходит от того, что праздник этот не имеет столь каких-то запоминающихся заповедей, как там Седр, Дама Цааа и так далее. В действительности традиция ставит Шавод даже выше праздника Песох, потому что Песох означает физическое освобождение от рабства, а Шавод духовное. И в этом как бы есть определенный смысл, да? Потому что мы помним, что не все те евреи, которые вышли, они оставили свое рабство. Недостаточно просто выйти, но нужно принять Тору, и тогда твой выход будет подобен Иисусу Навину и Халеву. два человека, которые только смогли сохранить Тору в том задуме в своем сердце, в котором Бог его увидел, да? И когда мы отсчитываем эти дни Омера, вот эти вот семь недель, мы в сущности готовим свое сердце, да? Размышляя о свободе. Мы говорили о том, что этот праздник, он назван именно праздником дарования Торы. Талмуд учит, что Тора была дана каждому еврею в равной мере, а взял каждый по-разному. Тора была дарована один раз, а получают во все времена и во всех поколениях. Как мы уже говорили, три праздника Сухот, Песах и Шавуот объединены в еврейской традиции словом Хаг. И везде, где в Торе написано Хагим, имеется в виду именно эти праздники. Шмот 34, 23 написано «Три раза в году явится каждый мужчина перед лицом Всевышнего Владыки Бога Израиля». Да? А в книге Дворим 16, 16 уточняется «Три раза в году явится каждый мужчина перед лицом Всевышнего Бога Твоего в избранном им месте в праздник Мацы, то есть в Песах, в праздник Шавуот и в праздник Сукот». Мы понимаем, что избранное им место это Иерусалимский храм. Да? Поэтому три раза в год совершали евреи паломничество в храм. И это были вот эти праздники. на иврите слово паломник переводится как Оле Регель буквально поднимающийся пешком. Оле Регель поднимающийся пешком. Мы говорили, что когда речь идет о том, чтобы идти в Иерусалим всегда подразумевается поднятие на гору. И это понятие не связано с какой-то топографической особенностью. Это понятие связано с духовным смыслом. Поэтому также еще эти праздники называются три дня паломничества. Как мы уже говорили, на шавот нет каких-то особенных заметных ритуалов, такие как на седр или на песах. Но в еврейской традиции существует несколько общепринятых обычаев празднования этого дня. И один из важнейших таких традиций был установлен каббалистами в свое время. Обычно евреи не спят всю ночь, посвящая ее изучению Торы. Помнится, Игуда не пришел на занятия после того, как произучал всю ночь Тору нашего воду. Также существует особый порядок чтения отрывков из Танаха. И обычай этот символизирует ту бессонную ночь около горы Синай, что предшествовало принятию Торы. Есть в Танахе книга, которую принято читать в Шавуот. Это Мегелат Руд, Свиток Руд. для нашего непривычного уха, это книга Руфь. Да. Читают ее в синагоге во время утренней молитвы перед чтением Торы и изучают в течение праздника. Руфь. была выбрана эта книга? Как вы думаете? Рабы. 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 Мы видим, что и мы знаем, что от Руд произошел царь Давид. Традиция говорит, что царь Давид родился и умер в тот же день в Шавуот. Традиция говорит. Вот. Мы помним, что Руфь фактически бросила все, что имела. Да? Она бросила своих родителей, свой дом, уважение в обществе. Она пошла к еврейскому народу за своей свекровью. Да? и оставила все, чтобы быть с ней. Хотя она и говорила, что уходи, наимень. Говорила, твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог. И в этот момент Руд была похожа на еврейский народ, который принимал Тору у горы Синай. После выхода из Египта евреи шли в Израиль. Помните? Они стояли у горы Синай. и они принимали точно как Руд и говорили, Боже, твои законы будут нашими законами. То, что ты скажешь, мы будем делать. Идем дальше. Следующий праздник. Следующий праздник. Шаббат. Шаббат. Это не конец урока, это просто шаббат. Шаббат шаломом тоже. Наверное, это покажется удивительным, но главный праздник еврейского года бывает каждую неделю, чтобы не скучали. Это праздник суббота, или на еврейте шаббат. Почему мы говорим, что суббота это главный праздник? Во-первых, это нерабочий день, день отдыха, да? Слава Богу. Еврейская традиция запрещает работать в праздник. И самые строгие ограничения на работу приходятся именно на субботу. Во-вторых, в случае совпадения субботы с каким-то другими праздничными датами еврейского календаря, порядок праздничных молит изменяется в сторону субботы. А посты, кроме Йом-Кипура, переносятся на другой день. То есть, если Йом-Кипур выпадает на субботу, постятся. Переносится. Я не знаю, куда. Надо спросить у Равинов. Назад переносится? Перед, да? С четверга на пятницу, да, получаю? Со среды на четверг. Знающий человек? А почему бы и нет, правда? И также мы знаем, что Тора разбита на недельные главы, да? И шаббат это своего рода такие точки выравнивания всего еврейского народа в изучении Торы. Поэтому в общинах принято в субботу коллективные уроки изучения письменной и устной традиции. Мы знаем, что суббота упоминается в Торе неоднократно, но есть два отрывка, которые служат основным указанием на заповедь субботы. Шмот 20 глава 8-11 стих сказано «Помни день субботний, чтобы освящать его. Шесть дней трудись, делай всякую работу, а в седьмой день остановись и посвяти шаббат Всевышнему, твоему Богу. Не делай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни работник твой, ни работница, ни скот твой, ни пришелец к род твоих, ибо Всевышний шесть дней создавал небо, землю, море и все, что в них, а в седьмой день установил покой, в память об этом благословил Всевышний субботу и светил ее». Да? А также дворим, пятая глава, двенадцатой, пятнадцатой стихи. «Храни день субботний, чтобы освящать его, как заповедил тебе твой Бог Всевышний, чтобы отдохнул и ты, и работники твои. Помни, что ты, что был ты рабом в Египте, но Всевышний Бог твой вывел тебя оттуда. В память об этом приказал тебе Бог твой Всевышний праздновать в субботу. Дворим, пять, двенадцать, пятнадцать. дворим. Что такое дворим? Молодцы. Видите, как? Запомнили? Бэмидбар это что? Числа. Брэшит. Бытие. Ашмот. Видите, как все просто. Это же, как говорил Арарат, армянский это простой язык, как русский, просто слова армянские. Ты вот как по-русски говоришь, так и подставляешь просто армянские слова и говоришь себе. Так и с ивритом, друзья. Он именно так просто объяснил, причем, поверьте, в его лице не было даже тени смеха. что особо меня порадовало. Итак, прежде всего мы видим, что эти отрывки указывают на связь субботы с разными событиями. Первый отрывок связывает субботу с творением мира. После шести дней творения наступила суббота, и сам творец прекращает работу. И второй отрывок напоминает о выходе из Египта. Это событие превратило еврея-раба в свободного человека. Так и суббота освобождает нас от рабства повседневности. Я думаю, что Господь просто усмотрел, зная человеческую натуру, зная наш трудоголизм и все остальное, он просто приказал отдыхать. Потому что иногда человеку не доходит рекомендация. Знаете, как в армии есть такой приказ, а сейчас всем приказ спать в 7 часов или 15 часов. Это приказ. Почему? Потому что последующих три дня вы спать не будете вообще. Вы должны отдохнуть. Таким образом, первый отрывок указывает на универсальное значение саботы, в котором должно помнить все человечество, о том, что сотворил Творец и отдохнул, а второй на его национальный характер. И вы помните, да, такую вот поговорку о том, что не евреи сохранили шаббат, а шаббат сохранил евреев, да? И Акашрути тоже. Суббота праздновалась несмотря ни на какие даже может быть такие, знаете, важные моменты, например, сбор урожая. Мы понимаем, что урожай это такая хитрая штука, которую надо собрать быстро и пока погода, вы видите, как у нас собирает, у нас дожди, там, допустим, дождей меньше, но при всем том, было предписано, несмотря ни на что, все равно праздновать шаббат. И это было своеобразным поступком веры. Для того, чтобы это делать, нужно проявлять веру. Точно так же, для того, чтобы быть верующим человеком, нужно проявить веру. То есть, действие вопреки каким-то разумным, возможно, логическим моментам. Не работай. А как же, если слишком очень сильно надо? Успокойся. Будет завтра день, первый день недели, воскресенье, здесь у нас выходной, не работаем. В Израиле этот день, когда ничего не работает, транспорт не работает и так далее. То есть, люди ездят, конечно, но есть районы, которые не работают в магазине. Ничего не... Не, лифты, да, все это так, по-серьезному. Понятно, что есть районы... Ну, обратно же, логику я, ну, как бы в Советском Союзе не понимаю, честно говоря, потому что магазины предназначены для того, чтобы продавать что-то. Это вот как я был в Польше. Пять часов вечера все магазины закрываются. Вообще. и кафе закрываются. Натурально. Ты идешь, и ты хочешь там вот сесть кофе где-то выпить, и я не знаю, куда пойти. Все закрыто, никого нет. Ну, это такие маленькие городки. там побольше в Варшаве, в Кракове, там, конечно, гульбанят всю ночь туристы. Но вот таких вот маленьких каких-то городках куда пойти, что купить, ничего не понятно, что. Так работаешь до пяти, а потом выходишь и все закрыто. Не, я не знаю. Может, у них какая-то там есть какие-то специальные магазины, но при всем том. Итак, возвращаемся к шабату. Да? Есть. Чтобы сохранить субботу, еврей не работает в этот день. Он отдыхает. И суббота называется Йом Менуха, день отдыха. Помните такая песня, да? Мы поем ее в общине. Шабет, 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 Менуха. Менуха, Йом Менуха, Израэль, кама бе-симха, шабет, Менуха, шабет, Менуха. Шабет отдыха. Шабет, Менуха, день отдыха. Шабет отдыха, да? Словно, да? Йом Менуха. В этот день нужно изучать Тору и в этот день нужно постараться в своем доме сделать правильную, особую, субботнюю атмосферу. Поэтому традиция называет шабет также Йом к душа, день святости. Святость и отдых это две составляющие субботы. Святость и отдых отделенность. День отделен. Йом к душа, к душа. Происходит от кадоши. Итак, мы знаем, что в субботу запрещено работать. Что это значит работать? Кажется, ну, работать и работать, но на самом деле мы понимаем, что под этим понятием можно подразумевать самые разные вещи, да? Можно просто там гвозди не забивать, а можно там бояться пуговицей застегнуть, да, или там еще что-нибудь делать. Например, является ли работой, если ты поешь на машине, да, или ты там почитаешь книгу, или там напишешь письмо, работа это или не работа, нужно как-то классифицировать это, да? Это трудно ответить сразу. В иврите есть два слова авода и мелаха, которые переводятся на русский язык как работа. И смысл этих слов различается. Авода и мелаха. Помните знаменитую песню сионистских пионеров. Лехалуц Леман Авода Авода Леман Лехалуц Халуцим такие были. Это такой еврейский вариант русской песни Эх, Дубинушка Ухнем. Ну да, а что ж там, там же смысловой нагрузки никакой. Много, кстати, еврейских песен берут вот так вот мессианские общины, не особо врубаясь в какие-то переводы. И вот так вот на служениях Лехалуц Леман Авода припев такой бодренький Зум Гали Гали и все. Поэтому есть смысл переводить песни прежде чем их петь. Итак, Авода Авода имеет корень Эвед Эвед то есть Раб Интересно, да? Но по-русски тоже мы говорим Раб Ота Производная корень слова Раб Раб это тот, кто работает А Мелаха совершенно верно имеет корень Царь Мелах Соответственно слово Мелаха называется Царская то есть творческая работа такая, в которой есть элемент творчества может быть создание что-то принципиально нового царская царская работа цариш не работали как рабы была же разница да? Ну что-то же они хотя бы делали но но итак что запрещено в субботу А вода или Мелаха А вода А вода поскольку мы помним что суббота напоминает нам о творении мира речь идет о Мелаха Запутались? Что? На футбол Ну смотрите Смотрите не путайте меня запрещается а вода запрещается работа которая смотрите которая связана с домом зажигание там огня и так далее уборка стирка и так далее и так далее смотрите есть какой какой момент сейчас я вам попробую это еще раз объяснить да например вот есть следующие виды работы зажигание огня или электричество до написание текста или перенос внутри квартиры тяжелого стола для субботней трапезы пешеходная прогулка по городу это работа в принципе да как мы можем ее как бы классифицировать так смотрите а вода это типичная работа которую мы делаем каждый день но если ты зажигаешь новый источник света ты создаешь что-то новое и если ты пишешь текст и тоже проявляешь творчество до создавая что-то новое поэтому а вода я вот что-то не могу понять смысла в этом всем я к сожалению не являюсь экспертом во всех этих моментах вы понимаете нужен здесь консультация раввина чего 50 58 там разве не о посте да хорошо давайте мы пойдем дальше сейчас мы по ходу разберемся еврейская традиция разработала точные законы для определения что именно является работой малаха запрещенной в субботу запрещена малаха вот вот сберемся в основе этих запретов список из тридцати девяти видов основных работ а вот малаха есть мишна итак давайте примерно рассмотрим что что и как запрещено строительство а с ними разрушение построенного запрещено за разжигание огня и его тушение запрещено все что связано с написанием текста включая стирание написанного для того чтобы написать текст заново а также все связанное с изготовлением пергамента запрещено все что связано с изготовлением материи и одежды стрижки овец до кройки и шитья интересно что заметив православной традиции это тоже имеет свой момент он конечно извращен во многих моментах когда там бабушки говорили да если ты будешь читать там не шить да там в воскресенье у тебя дети там слепыми родятся вообще такой бред страшный или там стричься нельзя или то нельзя то нельзя это корни вот в этих вот заповедях запрещены практически все сельскохозяйственные работы нельзя пахать сеять молотить вязать на ну и так нельзя выпекать хлеб нельзя делать также вот то что называется последний удар молотка вот если ты допустим в пятницу не успел закончить и тебе там надо там два гвоздя забить не забивают их целое есть учение у нас талмуде как это лучше сделать запрещены также будничные действия такие все что связано с денежными расчетами разговор на будние темы и так далее то есть стараются как бы саму идею передать что ну как бы отделяем это день поэтому есть вещи которые предметы которые мы обычно пользуемся и к ним есть особое отношение например кошельки наши да ключи ножницы автомобили компьютеры и так далее сегодня для нас суббота или скажем для традиционного еврея суббота она намного упростилась потому что рад были разработаны целые системы например которые включают вам свет сами вы настраиваете таймеры плиты которые тоже грамотно построены и вода и все 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 то есть в принципе немножко денег вы можете оборудовать свою квартиру таким образом что все будет происходить само а ты раньше программируешь да ты можешь посмотреть субботу там какие программы там ты хочешь например он тебе включится выключится и так далее приборы там кофеварки для разогрева пищи и так далее электрические лампочки лифт может да конечно есть момент связанный с перенесением вещей понятно что это сильно ограничивает человека например тебе нужно взять ключ или платок да и здесь существует целая система того как можно пройти через эту заповедь например мы знаем что нельзя ездить на машине сквозняк да но плавать по воде можно поэтому можно под сиденья положить бутылку с водой например чего вы смеетесь и грелку можно да а на корабле на корабле плавать можно какой обман вот вот в том то и момент что все оно превращается в такой определенный квест знаете как это обойти да ты изучаешь все что можно изучить и и вперед вот у меня там доме живет ортодоксальный еврей на на моей площадке на на моей площадке я вот думаю что это у меня в субботу домофон не работает дверь от ну как бы подключена видно что светится ну как бы но не закрыто понимаете да я уже начал его подозревать что он там договорился с этими пацанами которые на субботу дверь просто не закрывают но это пока мое подозрение и так хорошо хорошо в принципе так же как и о других праздниках о субботе можно говорить много о порядке как эры в шаббат как происходит конец субботы и мы на этом с вами не будем останавливаться мы с вами я думаю что на этом закончим если вы чувствуете свое призвание к служению еврейскому народу и желаете окунуться в источники писания быт культуру и традиции израиля у вас есть такая возможность мы приглашаем вас пройти двухгодичных стационарное обучение с практическим служением мессианской общине у нас в одессе и и и и и и и и и